Братья и сестры, здравствуйте! В нашей рубрике «Иди и смотри» я рекомендую вам посмотреть фильм 2008 года «Путь перемен». Его снял тот же режиссер, что снял фильм известный такой, красота по-американски, American Beauty. И там играет Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, те, кто вам, наверное, ко многим знаком по нашумевшему и по делу нашумевшему грандиозному этому фильму эпопейному «Титаник». Вот опять эта пара сошлась в новом кино спустя некоторое время, Ди Каприо и Уинслет. Там все наоборот. Если там погибал он, она выживала, то здесь погибает она, он выживает. Ну а, в общем-то, фильм, конечно, не про то. Там нет расслоения на классы, потому что там, в том фильме, в «Титанике», она представляет из себя богатых людей. А он такой, значит, малыш, проныра, залез с нижней палубы, значит, на верхнюю, и там порадовался жизни и подарил ей жизнь, собственно, спасает ее и уходит на холодные Атлантики. Здесь все по-другому. Здесь фильм, почему рекомендован быть может, потому что здесь видно, как человеческую обычную хорошую жизнь разрушает какая-то дурная мечта. Мечта может казаться невинной. Давай, например, поедем в Париж. Ну куда еще жлобу поехать, как не в Париж? То есть Париж тянет себе всех, вот уже одной там магией своего имени, и говорит, давай там будем жить. Ну давай. И вот люди живут внутри американской мечты. Американская мечта, напомню вам, это попытка жить в своем доме, зарабатывать своими руками или своим умом на все необходимые нужды, иметь семью, детей, некую будущность, родовое гнездо и верить в Бога так, как ты хочешь. Не так, как приказала центральная власть, а так, как хочешь ты. Но в Бога верить обязательно нужно. Американская мечта предполагает веру в Бога и служение Богу. Как хочу я, как мне нравится, как говорит моя конгрегация, как говорит моя конфессия. Вот, не так, как приказывает, скажем, император. Вот, это американская мечта. То есть лужайка постриженная, детишки резвящиеся, муж с женой пьющий вечерний коктейль, уставший от работы, закатное солнце, огромные просторы, церквушка наша, вот невдалеке, это американская мечта. Вот внутри этой американской мечты живут герои Титаника, Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, то есть их герои. Вот, но им там тошно, то есть они желают взорвать эту мечту изнутри, потому что им кажется пошлым очень. И, как говорит герой Леонардо Ди Каприо, на 15 этаже моего офиса ничего хорошего не живет. То есть там нет ничего хорошего, какая перспектива может быть у меня. Он сообщает своим друзьям, говорит, ну а что хорошего здесь? То есть он отравлен желанием перемен. И еще более отравлена этим его супруга. Она хочет, чтобы их жизнь была более насыщенная, яркая, она возлагает надежду на мужа. То есть ты мужчина, то есть ты добычек, хозяин, так сказать, ты агрессор, так сказать, ты в этом мире самый сильный. Давай, у тебя есть скрытые таланты, мы все продадим и уедем. Куда может уехать жлоб? В Париж. Куда? Он уже не знает слово Марсель, например, или слово Бургундия, Нормандия, Шампадель или Прованс. Эти слова ему неизвестны. В Париж, конечно, куда же еще? В Англию скучно ехать, там все по-английски разговаривают. Вот Италия слишком бедна. А Германия только что разрушена войной. Фильм происходит, так сказать, действие фильма в годах 50-х. Поэтому куда еще остаться ехать? Ну, конечно, только в Париж. Не в бедную же Латинскую Америку. И вот так эта идея, угнездившаяся в головы этих молодых людей, у которых все есть. Дом, дети, работа, семья, хороший автомобиль, постриженная лужайка, распрыскивающие воду, веер, так сказать, этот шланговый. Ну, в общем-то, все есть. И перспектива есть. Только им скучно. И они убивают свою жизнь, попутно убивая еще, значит, невинных людей, о чем вы увидите сами, если посмотрите кино. Фильм посвящен тому, как люди боятся посредственности. Как человек боится войти в тираж. Как он, это как мне кажется, тому, как человек потом липким покрывается, холодным, при мысли о том, что он такой же, как все, и что ничего в жизни не изменится. Что он не покорит луну, не пересечет океан, не напишет какую-то великую книгу, значит, не откроет научное какое-нибудь, открытие не совершит. И что он так вот будет жить, 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 сыто жить, комфортно жить, в кругу любимых людей жить. Но при этом он будет чахнуть и бесноваться от мысли о том, что он обычный, простой человек. А он думает, что он, вот понимаешь, вот такой вот понимаешь, вот как эта сама идея об этой своей мнимой уникальности, об этом непременном желании жить не как все, вот как она может на ровном месте создать трагедию. В конце концов, трагедии вырастают не из землетрясений только, не из Чернобыли, как Айчбион нам показал недавно, не из, скажем, столкновения военных воль непримиримых диктаторов. Проблемы вырастают из дурацкой идеи, возникшей в дурацкой голове сыто живущего человека. И мне кажется, об этом это кино, собственно, и есть. Голова сытого человека рождает дурацкие идеи, которые приводят на ровном месте к полному краху жизни целой череды людей. Гениальное кино, и мне, честно говоря, стала интересной фильмография, вообще вся фильмография этого режиссера, поскольку он умеет погрузиться в быт, ему не нужна война или нашествие инопланетян для того, чтобы создать драму. Ему нужна простая семья с простыми тараканами в простой голове. Рекомендую всем тем, кто особенно мечтать любит, посмотрите, как мечты убивают простую, теплую, сытую реальность. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова